на портал госгет поступил вопрос может и церковь или отдельные священники заниматься политикой если да то в какой мере ну конечно церковь она находится в нашем государстве поэтому естественно она как-то участвует в общественном движении но вот именно политикой политикой священники заниматься не могут и там и члены синодальных учреждений тоже не могут политики то есть участвовать политической жизни принтер наш святейший патриарх на формулирует какие-то вопросы перед властью но это его историческая так сказать такая обязанность печаловаться за народ божий за церковь ставит он сидя как здесь как раз прежде всего не политические а духовные какие-то цели которые могут быть как а какой-то политической сфере а вот обычные священники политикой заниматься не могут почему почему кстати это отмечено социальный концепт русской православной церкви вот этот момент почему ну а представьте если бы вы приходите в поликлинику сидит врач перед тем вы начинаете вот там что-то жаловаться а вы за кого голосовали а как за кого а вы скажите а в зависимости от того как вы голосовали вам либо я вам либо помогу либо не помогу мы бы наверно очень взмутились сказали как система так сказать медицинская система должна быть вне политики там кто какую за партию голосовали какая-то разница врач должен казать в любом случае медицинскую услугу да помочь человеку вот так и церковь если вот священник политикой там за какую-то партию там где-то участвует агитирует вот представьте вы приходите к такому батюшке заходите в церковь ходить батюшке друг видите это член там лдпр кпрф там не знаю там ну и какой-то другой партии да неважно а вы как-то нот вот против этой партии настроены ну там все какие-то обстоятельства вам будет труднее к тому батюшке подойти сказать ну как же вы такой партийный функционер да вот я к нему подойду а я извините может я и буду каяться что я не люблю там эту партию какую-то да а он член этой партии еще активный не просто члена партия какой-то активный так сказать не участник к счет будет психологически намного труднее так то бывает исповедующих непросто а вот еще эти политические пристрастия к этому еще так сказать будет сыграть какую-то роль поэтому церковь должна быть не политика потом цели церкви какие-то они же не политики цель церкви спасти души страдающих людей то есть духовное спасение и в этом смысле конечно церкви играть большую политическую роль просто факт существования то что если человек верующий если человек каят в грехах своих то он честный гражданин ну по этим должен быть если он нечестный он должен в этом каяться поэтому хорошо если чиновники политики военные там кто угодно то сходят церковь и до члены партии каких-то ходят церковь и каятся в грехах поэтому церковь она несет в этом смысле может может играть крыгольную роль для того чтобы наша жизнь наше государство было такая поручише в том числе политическая жизнь вот поэтому в этом смысле она конечно на все влияет но не только на политику на все и но вот в политической жизни она участвовать и должна потому что у ней над мирные цели когда церковь хотят использовать в качестве такого политической силы какой-то да это ну просто вот непонимание природы поэтому церковь должна быть вне политики чтобы это не мешало и у ее основному предназначению из из которого текает все остальные вещи есть замечательная фраза спаситель нашего и в евангелии ищите царство небес все стороны прирожица вот церковь ищет царство небесное в лице своих членов она способствующие члены искали царство небесное и когда нет начинают делать активно все стороны предлагается честные врачи честные адвокаты честные чиновники честные бизнесмены от этого все будет только только хорошо внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и и Продолжение следует...